О, отлично, все, запись пошла. Приветствую, друзья, на связи Андрей Алисеев. Рад, как говорится, вас поприветствовать сегодня в этот прекрасный вечер, в этот прекрасный день. Сегодня очень жаркий день, столько участников создали потоки у меня в команде, столько пополнились, это просто мега круто. Молодцы, у всех развеивается какое-то сомнение, уходят какие-то страхи и понимают для чего, почему, и чем дольше вы здесь останетесь, чем глубже вы разберетесь, тем у вас будет больше свободного времени, денег, счастья. А счастье почему? Потому что вы свободнее станете, у вас мандража будет по жизни меньше и будет все хорошо. Ну что, поехали, давайте пройдемся по нашей базовой презентации. Те участники, которые первый раз, как говорится, слышали про нашу систему, давайте я расскажу. Меня зовут Андрей Алисеев, рад с вами познакомиться. Кто меня не знает, кто знает, приветствую, друзья. И сегодня мы поговорим о наших денежных потоках. Не буду сегодня рассказывать про мировую финансовую систему. Ну, смотрим фильм «Деньги, пирамида, долгов». Это ваше домашнее задание. Пишите «Деньги, пирамида, долгов». Кто на YouTube не сможет найти, заходите на мой канал, там видео вы найдете. Если надо будет, напишите в чате, мы скинем после эфира и скинем это видео, этот фильм, который должен посмотреть каждый. И «Дух времени» первая, вторая, третья часть. Это база, это знание, это как раз та база знаний, которую я имел уже на состоянии 2009 год. Именно эта база знаний мне позволила понять Дмитрия Васадина в 2017 году, когда я первый раз услышал его философию, его видение мира и почему же он создал всю эту систему. Если бы все было хорошо, все было бы для людей на нашей планете Земля по-настоящему, я имею в виду в цивилизации, в рамках цивилизации, в природе-то все хорошо. Природа подумала о каждом, можно сказать, насекомом, животном, каждом лепесточке, о каждом дереве. Все идеально у нас, не надо природу менять. А вот в человеческом царстве уже тут, как говорится, не совсем такие благостные часто бывают законы и по справедливым, как говорится, моментам. Поэтому о том, как устроена мировая финансовая система, о том, как деньги распределяются, перераспределяются, печатаются, эмиссия, вот это все разберитесь. Это ваше домашнее задание. Фильмы «Деньги. Пирамиды долгов. Дух времени. Первая, вторая, третья часть». Освоите, будете грамотнее, будете, как говорится, будет у вас понимание, как устроен весь этот мир. Идем дальше. Я думаю, что вы заметили, что мир изменился и причем меняется сейчас очень стремительными шагами. Вспомним, да, пандемия, как нас закрыли, мы даже не понимали, что происходит, когда все это закончится, да. Вот. И как он меняется сейчас настолько стремительно, если кто это не замечает, то я вам рекомендую открыть широко глаза, потому что если вы не будете успевать следить за изменениями в этом мире, то многое, что можете пропустить. Первое, это, конечно же, возможности. И второе, это нужно тренды видеть, понимание, куда все это движется. И тогда вы сможете сделать какие-то правильные решения, принять какие-то, сделать правильные действия. СВО, конечно, очень сильно изменило тоже нашу жизнь. Мир изменился, он продолжает дальше меняться стремительными шагами. Вот. Я думаю, что вы видите, как это все происходит. У нас во многих странах сейчас вводятся цифровые деньги через центральные банки. Это тоже очень серьезно изменит весь этот мир. Вот. Сейчас мы пока это сильно не замечаем, но в ближайшее время уже начнем это чувствовать. Вот. Нейросеть – это вообще все. Искусственный интеллект порвал просто вообще рынок труда, скажу честно. Сейчас уже в Америке идут глобальные увольнения. Все банки в том числе тоже будут увольнять своих сотрудников. Дальше такие профессии, как таксист, грузчик, дальше курьер, продавец, официант. Вот это все уйдет тоже в прошлое, в небытие. Поэтому, друзья мои, все те люди, которые в этой сфере трудятся, я настоятельно рекомендую вам задуматься об этом и не ждать того момента, когда дадут вам пинка под зад, а уже себя переквалифицировать либо на какую-то другую специальность, либо вот как мы в сообществе объединились, помогаем друг другу и развиваемся в интернете через нашу, как говорится, кассу взаимопомощи и имеем деньги всегда, имеем деньги каждый день. Вот, поэтому, друзья, нейросеть в ближайшие 3-5 лет просто перекроет, перекроит, вернее, весь рынок труда. Все изменится. И я думаю, что через 5 лет мы уже не будем удивляться роботам, которые будут ходить по улицам. Сейчас они пока еще в столицах ездят. Это Яндекс, вот эти роботы, да? Вот, но скоро они уже начнут и ходить. Так вот, на данный момент есть даже такой город в Татарстане, Иннополис, IT-столица Татарстана, поэтому там уже давным-давно таксистов не существует, потому что Яндекс.Такси ездит без водителя. Дальше никаких не курьеров, везде Яндекс.Роботы развозят еду, роботы развозят в ресторанах ваши заказы и так далее. То есть нету всего практически обслуживающего персонала. Уже живет так город, уже несколько лет живет вот так вот город, представляете, да? Вот, молодой город айтишников. Так вот, так будет скоро жить практически все города, особенно крупные. Начнется это все с миллионников, ну, а в дальнейшем, конечно же, все это распространится и дальше. Вот, и все старые методы заработка денег также отмирают. И тоже на данный момент нужно понимать, что все изменяется на рынке денег тоже очень серьезно и очень быстро. И остается только один вид заработка, это, конечно же, инвестирование, друзья мои. Даже сам смысл этого термина уже изменился. И сегодня инвестирование – это олицетворение любого вложения. Если раньше это были классика, недвижимость, акции, облигации, да, вот, бизнес, то сейчас это любое вложение, времени, ресурсов, материальных, нематериальных активов. Сейчас даже картинки NFT у нас в интернете – это что? Это уже активы, представляете, да, за несколько миллионов купите картинку какую-то в интернете, да. Это стало активом, друзья мои. Люди покупают участки на Луне, на Марсе, распиливают уже другие планеты, хотя еще не научились благостно жить на планете Земля. Мир потихонечку меняется, он сходит с ума, вот, поэтому мы должны следить и правильно оценивать эти изменения, вот, видеть везде возможности в том числе. Поэтому наше сообщество вот уже несколько лет развивает свою собственную экономику, развивает свой параллельный финансовый мир, где у всех все хорошо. И это ключевая особенность нашего сообщества. Вот, мы понимаем, что сейчас, вернее, наш Дмитрий Васадин, наш основатель нашего сообщества, уже предвидел, куда пойдет весь этот мир. И он уже заложил фундамент создания нашей финансовой экономики для того, чтобы мы были независимы от всех потрясений этого мира, который сейчас будет трясти, и будет трясти очень даже немало, пока все не перестроится, не сгармонизируется. И наши денежные потоки – это эволюционно, можно сказать, психологический, математический финансовый инструмент, который выработался в нашем сообществе за всю историю его развития. У нас появилась огромная статистика поведения больших масс людей в рамках нашей системы. Значит, за счет этого были сделаны определенные выводы, что надо народу, когда надо, где, почему, зачем, что народ умеет, что он не умеет, чему ему надо обучить. И вот так вот родились около пяти лет назад наши денежные потоки. И причем инвестирование в денежные потоки можно начать с абсолютно любой суммы. И на данный момент это самое, можно сказать, безопасное инвестирование сейчас. Это, конечно же, во взаимопомощь, друзья. Вы, когда начнете разбираться с нашими денежными потоками, вы поймете, что это идеальное сочетание прибыли и риска. То есть сейчас, на данный момент, у нас абсолютно самонастраиваемая стратегия в вашем кабинете. Вы сами сможете настроить ее самостоятельно. Вы можете развивать тот либо иной поток, в зависимости от того, насколько ваши деньги по времени свободны. Это очень удобно. Поэтому многие инструменты, которые есть в вашем кабинете, про которые сейчас я вам буду говорить, это те инструменты, которые помогут вам в нужное для вас время иметь нужное количество денег. Вот этот момент, он очень важный, потому что деньги бывают разными. Они бывают свободные, целевые, они бывают на какое-то время свободные, они бывают несвободные или на две недели свободные и так далее. В зависимости от этого стратегии совершенно разные. Поэтому в зависимости от того, какие у вас ресурсы, вы можете эти ресурсы через нашу кассу взаимопомощи пропускать, помогая другим, и система будет вам также помогать и поощрять за все ваши хорошие активные действия. Так вот, давайте сейчас поговорим о наших денежных потоках. Вот у нас их около 17 видов денежных потоков, но базовые, базовые, основные у нас, конечно же, в кабинете. Порядка 7 штук у нас основных в вашем кабинете и все остальные вспомогательного типа. Поэтому сейчас я вам про каждый из них расскажу. Про все 17 рассказывать не буду. У меня есть специальное видео. Надо будет его как-нибудь перезаписать в будущем. Вот, более подробно рассказать, может, про майнинг. Вот, хотя, в принципе, я и тоже там довольно подробно рассказал. 17 денежных потоков. Заходите на YouTube-канал. Прямо в лоб youtube.com. Андрей Елисеев набирайте. И все, вы попадете ко мне на YouTube-канал и найдете видео 17 денежных потоков. И узнаете все возможности нашего сообщества, которые есть на сегодняшний день. Сейчас я вам буду рассказывать про базовые возможности кабинета, которые у вас есть. Если у вас еще нет кабинета, конечно же, возьмите ссылочку у вашего пригласителя, того человека, который дал вам эту информацию, и обязательно зарегистрируйтесь. Регистрация вас ни к чему не обязывает, но даст вам возможность подумать, даст вам возможность изучить все нюансы работы системы. Если у вас пригласителя нет, вы не знаете, как попали в этот чат, то можете писать мне в личные сообщения. Я помогу вам разобраться со всеми нюансами работы системы. Либо вот здесь бот скидывает в чате у нас список лидеров-консультантов, которые вам окажут поддержку и дадут грамотную консультацию. Поэтому пишите любому, выбирайте себе любого наставника по душе. Это очень важно в самом начале пути. Так вот, я надеюсь, что вы заметили, что сейчас финансовый мир стал очень запутанным. И я бы сказал, что это делается немножко специально, потому что умные люди всегда зарабатывают не на золотой лихорадке, а на продаже лопат. Понимаете, да? Во время золотой лихорадки. Так вот, сейчас то же самое. Умные люди зарабатывают не на биржах, торгуют что-то где-то, а на продаже обучающих курсов. Как на бирже можно торговать? Поэтому, друзья мои, вот здесь краеугольный камень. Пожалуйста, подумайте об этом очень хорошо и очень серьезно. Когда же вы начинаете работать с нашими денежными потоками, то через простую, я бы сказал, даже игровую форму происходит все обучение. Вы научитесь многому чему. Если вы это умеете, вы укрепите свои знания. Вы научитесь, как завести криптовалюту, как ее вывести, как создать кошельки, реинвестировать. Разным стратегиям движения потоков вы научитесь, я бы сказал, определенной долей тайм-менеджмента. Научитесь, как вы можете управлять своими личными финансами так эффективно, чтобы у вас деньги были каждый день в том количестве, в котором вы хотите. И так далее. Можете с помощью денежных потоков прийти к любой вашей цели. У нас устроено все так, что мы все помогаем друг другу. Ваш пригласитель, ваш лидер – это два человека, которые напрямую заинтересованы в вашем успехе. У нас также еще есть внутрикомандное обучение. Вот у меня в команде есть шикарное внутрикомандное обучение, которое дает вам возможность полностью раскладку по всем потокам, по всем нюансам работы системы, разным стратегиям внутри каждого потока, между потоками и так далее. Там огромная просто библиотека, можно сказать, обучения, пройдя которую вы станете просто профессионалом. Это фабрика, я бы сказал, кузница профессионалов. Плюс у нас есть еще Академия гармоничного человека. Мы с Сергеем создали потрясающий чат, где вы можете, канал, набраться знаний абсолютно бесплатный. Причем все обучение вы получаете абсолютно бесплатно, как бы в довесок к вашим денежным потокам из нашей кассы взаимопомощи. И именно поэтому вам стоит здесь быть, вы получите знаний на миллионы и, конечно же, доход из ваших денежных потоков. Вот это очень важный момент, потому что все эти знания сейчас продают наши инфобизнесмены за миллионы, друзья мои, на своих тренингах. Поэтому вам выбирать платить миллионы, либо научиться этому у нас абсолютно бесплатно. Ну, конечно же, вы не просто будете обучаться, а еще будете разбираться с тем, как устроены наши денежные потоки и наша внутренняя экономика. А поверьте мне, она довольно интересная. Именно поэтому я нахожусь здесь седьмой год. Я, честно сказать, даже не успеваю взять максимум всех возможностей, которые у нас есть. И так вот каждый лидер абсолютно скажет, что не хватает нигде-то ни времени. И вот это все объять необъятное. Притом при всем, что еще далеко не вся экономика раскрыта в полном размере. Позже я вам об этом расскажу. Так вот, инвестирование в наши денежные потоки можно начать с абсолютно любой суммы. В зависимости от потока есть минимальные суммы. Дальше вы можете с любой суммы начинать. Где-то есть номиналы, где-то суммы свободные. Поэтому вход довольно демократичный. Минимум там тысяча, три тысячи, пять тысяч рублей, для того, чтобы вы поняли, как работает система. Итак, первый поток, который вы видите в кабинете, называется стартовый поток. Это такая красная закладочка в вашем кабинете. Что делает стартовый поток? Стартовый поток учит правильной стратегии инвестирования. Я бы даже сказал правильному мышлению инвестирования, инвестора. Ведь вас же никто не учил ни в школе, ни в университете, и тем более на работе. Как правильно инвестировать? Вы не родились в семьях миллионеров, где это прививают, можно сказать, с молоком матери. Да? Вот, поэтому надо обучаться самостоятельно, потому что нет лучшего обучения, чем самообразование. Несмотря на то, что я имею два высших технических образования, скажу вам честно, я здесь многому чему научился, что и, как говорится, передают и дальнейшие знания, и вам абсолютно бесплатно. Так вот, правильная стратегия инвестирования, правильное мышление инвестора – это вложил, вложил, забрал, вложил, забрал, вложил, и опять забрал. И каждый раз вы будете забирать все больше, больше и больше. Вот если в тренажерном зале вы качаете мышцу, да, напряг, расслабил, напряг, расслабил. То же самое у нас происходит и здесь, когда мы становимся инвесторами. Мы вложили, забрали, вложили, забрали. Каждый раз, когда вы делаете вот эти действия, у вас срабатывают определенные механизмы в голове. Где-то начинает блокировать страх, где-то какая-то жадность, где какая-то жаба срабатывает, где-то еще какое-то животное. Так вот, вы потихонечку прочищая весь ваш мозг, начинаете мыслить как инвестор. Не как человек с бедным мышлением, с вот этим зоопарком животных, да, тараканов и прочих всяких животных, вот. А человек с богатым мышлением, человек-инвестор, человек, который умеет и отдать, и взять. Вот этот момент, он очень важный. И деньги не текут через резервуар, деньги всегда текут через трубу. И поэтому у нас называются денежные потоки. Чем больше вы научитесь отдавать и брать, тем больше у вас будет денег. Вы должны легко отдавать и легко брать. Вот этот момент, он очень важный. Человек с бедным мышлением, ему трудно отдавать и трудно иногда даже брать. Поэтому я хочу, чтобы у каждого из вас был открыт обязательно стартовый поток. Он учит, пускай на минималках, покрутите его, научитесь многому, скажу вам честно. Но скажу, этот поток очень многих прорабатывает многие моменты. Поэтому поток разработан специально для новичков проекта. На практике обучаем всем нюансам работы нашей системы. Стартовый поток поможет вам осознать тот факт, что отдавая, мы приобретаем, друзья мои. И стартовый поток можно начать с минимальной суммы 5000 рублей. Это поток с обязательным пополнением каждые две недели. Немножко дает дисциплину. На величину выбранного номинала дважды в месяц. То есть каждые две недели мы пополняем. Две недели у нас в стартовом потоке называется период. Общая доходность стартового потока на протяжении 10 месяцев либо 20 периодов составляет 150%. Доходность идет за счет подтяжки криптовалюты и каренсии к потоку, как и во всех других потоках. Которую мы покупаем, соответственно, в Сберкассе по курсу рыночному ориентировочно. Сейчас, на сегодня я видел 74 рубля. И продаем в кабинет по 300-400 рублей. Представляете, да, как выгодно это? И чем больше номинал у нас в стартовом потоке, тем больше курс приема нашим кабинетом и каренсии. За счет этого у нас происходит дельта, за счет этого у нас происходит прибыль стартовых потоков. Есть еще один очень интересный поток. Но прежде чем о нем рассказать, я хочу вам пояснить, как работает стартовый поток в режиме 10 месяцев. Он работает следующим образом. Где-то ориентировочно 3,5 месяца вы его кормите и 6,5 месяцев он кормит вас. Вот так вот он устроен. То есть сначала вы вскармливаете вот это дерево, которое вам в будущем даст плоды. И потом дерево вам начинает заваливать вас с деньгами. Так устроен стартовый поток. Чем больше стартовых потоков вы откроете, тем больше у вас в будущем будет денег. У многих наших участников открыто по 20, по 30, по 50 даже стартовых потоков. И они в разное время дают разное количество денег, в зависимости от номиналов открытых данных потоков. У меня тоже открыты. И на 2, и на 3, и на 5, и на 10, и больше тысяч. И чем больше вы их в будущем будете открывать, тем будет лучше. Стартовые потоки. Есть разные стратегии. Мы это уже говорим на командном обучении, как грамотнее пользоваться каждым потоком. Поэтому стартовый поток обязательно используйте. Есть еще более выгодный стартовый поток. Он называется ускоренный стартовый поток. Можно сказать, это такой стартовый, это поток с очень грамотным, выгодным входом. Если хотите быстрее заработать денег, то заходите, конечно же, на ускоренный стартовый поток. Это подвид стартового потока, разработанный специально. Раньше он был акционным. Сейчас пока его оставили в кабинете, поэтому пользуйтесь. В любой момент его могут выключить. Раньше он использовался только в период акции. Сейчас пока оставили нам, чтобы мы побаловались им. Поэтому открывайте и пользуйтесь этой возможностью. Ускоренный стартовый поток, это подвид стартового потока, более быстрый и более доходный, друзья мои. Условия. Открываем сразу же, проплачиваем сразу же 4 периода в данном потоке. То есть не ждем один период, второй, третий и так вот 20, а сразу 4 проплачиваем периода. Подтягиваем на все 4 периода e-currency сразу же. Нам 5-6 период дается в подарок вместе с e-currency. И мы выскакиваем по начислениям сразу же на седьмой период. А седьмой период – это сразу же высшее начисление, чем номинал потока. Если номинал потока 5 тысяч, то начисление будет 5300. То есть, соответственно, приведу пример. Если заходим на ускоренный поток, допустим, 5000, то нам надо сразу проплатить 4 периода. Номинал 5000 умножаем на 4, 20 тысяч мы проплачиваем. Подтягиваем e-currency, которую требует система. За 4 периода. 5-6 нам дается в подарок вместе с e-currency. И мы выскакиваем по начислениям сразу же на седьмой период. Поэтому на седьмом периоде у нас уже будет 5300 и так далее. Начисление будет все расти, расти, расти. И каждый раз нам надо пополнить его, взять, пополнить поток на 5000, взять начисление, пополнить поток, подтянуть e-currency, конечно же, взять начисление. И вот таким вот образом вы будете качать свою инвесторскую мышцу в вашей голове. И чем больше потоков, тем больше вы их поймете, тем больше у вас будет денег. Поэтому ускоренный стартовый поток это обучающий и самый выгодный из стартовых потоков, как говорится, наш денежный поток. Поэтому обязательно его открывайте и используйте эти потрясающие возможности. Еще раз повторю, седьмой период выплаты в ускоренном стартовом потоке. Это так же, как в стартовом потоке. Это уже период, где выплата больше, чем номинал потока. Поэтому как будто бы прошло 6 периодов. Вы выскакиваете сразу же на более высокое начисление и дальше начисление будет с каждым периодом все расти, расти, расти. А вы будете проплачивать, подтягивать и получать все больше и больше начисления. В дальнейшем мы так же, как и в стартовом потоке, продолжаем пополнять его, снимать через каждые 2 недели, подтягивая и каренси после нашего, конечно же, каждого пополнения. Поэтому вот эти 2 потока, красная закладочка, обязательно уделите им внимание, выучите их, для того, чтобы вы понимали все нюансы работы стартовых потоков. Чем больше стартовых потоков вы откроете и чем на большие номиналы, тем будет больше в будущем у вас денег. Еще есть один нюанс, что чем больше номинал стартового потока, максимальный номинал, насколько я помню, это 100 тысяч, тем более выгодный курс подтяжки и каренси. Вот этот момент тоже себе поставьте на заметку. Идем дальше. Следующий поток, это оранжевая закладочка в нашем кабинете, называется быстрый поток. Быстрый поток подразделяется на 2 вида потока. Это обычный быстрый поток и супербыстрый поток. Быстрый поток это деньги на каждый день, друзья мои. В обычном, в быстром потоке он работает 30 дней. Деньги выплачиваются каждый день равными частями с прибылью, которую мы, конечно же, получаем за счет подтяжки нашей криптовалюты и каренси. Мы во всех потоках получаем прибыль за счет подтяжки нашей криптовалюты и каренси. Это ключевой момент. Многие реально этого не понимают. Давайте я вам приведу простой пример. Не знаю, для женщин он будет более понятен, для мужчин что-нибудь еще придумаем. Допустим, вы варите, не знаю, борщ, да? Вот основной ингредиент в борще это, конечно же, вода и там картошка, да? А потом вы уже начинаете добавлять заправку, специи и так далее. Так вот, основной ингредиент это у нас рубли, допустим. Либо если в евровом площадке, это евро, на польской, это злотый, не важно. То есть валюта, валюта, да? А потом мы добавляем и каренси, это и есть поджарка, это и есть специи, да? И получается готовое блюдо, которое можно продать там в ресторане за более дорогую стоимость, чем вы просто картошку в воде сварите и скажете, вот, кушайте похлебку картофельную, да? Так вот и здесь. Готовый вкусный борщ с заправочкой, со специями, со сметанкой где-то, он всегда стоит намного дороже, чем просто какой-то основной костяк, то есть вода и картошка, понимаете, да? Так вот и здесь. У нас мы смешиваем, у нас смешанное такое инвестирование, мы смешиваем валюту вместе с нашей криптовалютой, за счет которой у нас получается прибыль и у нас получается доход. Так вот, обычный быстрый поток работает 30 дней, выплачиваются деньги каждый день, каждый день выплачиваются равными частями, вы нажимаете на кнопочку и получаете одну тридцатую часть каждый день, каждый день. Вот, супербыстрый поток работает совершенно по-другому, он работает только две недели, кнопочку вы тоже нажимаете, но начисление происходит у вас в карточке потока, начисление, все больше и больше и больше, и когда у вас уже 15-е нажатие кнопки, 15-й день нажатия, то есть две недели, то вы сможете получить выплату вместе с телом вклада, то есть получается выплата вместе с процентами, то есть супербыстрый поток это классический депозит, как в банке заморозка средств, поэтому мы начисляем, начисляем, написляем, время пришло, две недели, и мы все сразу получили вместе с процентом, это самый короткий поток для всех самых ваших коротких свободных денег, поэтому, друзья мои, используйте супербыстрый поток для оборота ваших коротких свободных денег, вот, что касается быстрых потоков, это быстрые деньги, деньги на каждый день, то есть в зависимости от того, насколько у вас деньги свободные, вы можете пойти в тот либо иной поток, секрет успеха, друзья мои, сразу делюсь, запишите его, это, чтобы у вас были открыты все потоки, чем больше потоков у вас открыты, и все обязательно потоки, тем больше у вас будет средств, знаете почему, потому что в разное время от каждого потока, вы сначала начнете это контролировать мозгами, потом ваши мозги устанут, и вы просто будете удивиться, что у вас с каждого потока что-то прилетает, каждый день у вас есть деньги, каждый день, каждый день, каждый день, я уже не запариваюсь, я уже не помню, что у меня там где-то, я просто тупо создаю, создаю, и все больше и больше прилетает, и все, так же и вы дойдете до такого момента, сначала обычно все любят там посчитать, математику поиграть, а потом все понимают, что все прекрасно работает, все понимают, что уже мы выходим на какой-то интересный достаточный уровень, и начинают просто поддерживать себя на этом уровне, и все, идем дальше, следующий поток, растущий поток, друзья мои, это поток, который растет в течение 6 месяцев с момента его последнего пополнения, это я бы сравнил таки с деревом, с деревом, денежным деревом, которое мы садим, и оно вот растет, вот так же и растущий поток, начисление происходит, старт начисления происходит от суммы в потоке от 0,3%, и каждый день вы нажимаете кнопочку, и будет 0,31, следующий день 0,32, 0,33 и так далее, и тому подобное, потом на растущий поток вы можете пополнять на сколько угодно раз, на какую угодно сумму, но есть целесообразность пополнения растущего потока, лично моя рекомендация, если у вас сумма в потоке ориентировочно до 200 тысяч, то пополняйте десятками, если у вас сумма в потоке до 600 тысяч, то пополняйте пятидесятками, выше 600, вы уже можете замахиваться на сотки до 2 миллионов, до полтора, до 2 миллионов идти сотками, выше уже 2 миллионов, там уже надо замахиваться на пятисотки и пополнять по 500 тысяч, это вам даст еще больший прирост, уже выше 3 миллионов надо замахиваться на пополнение на миллион, и это даст вам еще больший прирост, поэтому, друзья, мой растущий поток надо понять, чтобы его понять, вы можете его открыть хотя бы, не знаю, На минимальную сумму, минимум открыть это 1000 рублей, пожалуйста. Но, конечно, денег он вам с 1000 рублей, ясно, понятно, сильно много не принесет, но вы поймете математику движения денежных потоков. Целесообразно растущий поток пополнять от 10 тысяч, и дальше его, в зависимости от того, какая сумма у вас в потоке получается после его пополнения, после подтяжки и каренсии, вы можете пополнять его соответствующим образом. Чем больше пополнений, тем больше у вас в голове растущего потока вот этих строчек пополнений, в каждой строчке идет вот этот процент начисления, и таким образом его надо взращивать в копилке. Чем больше мы взращиваем растущий поток в копилке, тем больше у нас процент начисления. Как только мы деньги из копилки забрали, у нас процент начисления падает на тот процент, на который мы забрали. Если мы забрали половину копилки, то во всех наших пополнениях процент начисления снизится на 50%. То есть, если, допустим, вы в первом пополнении дошли уже до полтора процента в день, то снизится на 50%, это полтора отнимаем 0,3, это получается процент и 2, делим на пополам, это 0,6. 0,6 плюс 0,3, это будет 0,9% у вас будет в первом пополнении, если вы уже дошли до полтора и половину копилки забрали. Вот, таким вот образом вы здесь научитесь очень быстро считать, вы станете финансово грамотным человеком, потому что такие знания обычно дают сотрудникам банков. Вы же здесь приобретете эти знания абсолютно бесплатно, вот, и причем с вместе знаниями у вас еще придет и финансовая свобода. У нас касса взаимопомощи нового поколения, то есть мы взяли все самое лучшее из опыта наших предков, опыта развития истории нашего народа, и мы это соединили со всеми современными технологиями, и у нас получился очень уникальный и шикарнейший продукт. Я вам попозже расскажу, какая у нас инфраструктура. Так вот, растущий поток – это тот поток, который сможет вам превратить ваши 10 тысяч в 20 тысяч, ваши 50 тысяч в 112 тысяч, ваши 100 тысяч в миллион, ой, в 250 тысяч. Хорошо было бы, кстати, 100 тысяч в миллион превратить, может, в будущем мы дойдем до этого, но пока 100 тысяч превращается в 250 тысяч, 500 тысяч превращается в 1 миллион 375 тысяч, 1 миллион превращается в 3 миллиона, 5 миллионов в 15 миллионов и так далее, друзья мои. Предела нет, тут уже вы сами устанавливаете свой предел в зависимости от того, на какой уровень вы хотите выйти и какие ваши цели. Поэтому растущий поток учит терпению однозначно, растущий поток прорабатывает жадность и страх потери. Вот эти два бича, можно сказать, человека с бедным мышлением, растущий поток поможет вам проработать. Как, я бы сказал, самый лучший тренинг, вот, да, вы, многие ходят на тренинги, платят большие деньги, а вот здесь появляется свой кабинет и свой тренинг. Вот, поэтому, чем лучше прокачайтесь, тем больше у вас будет денег, так это устроено. Трансформация личности в нашем сообществе у вас неизбежна будет. Поэтому, друзья мои, вы станете лучше, вы станете свободнее, счастливее, финансово грамотнее и, конечно же, все это будет абсолютно бесплатно в довесок к доходу ваших денежных потоков. Итак, следующий шикарный поток называется накопительный поток, либо сиреневая закладочка у вас в кабинете. Если у вас еще нет кабинета, то, конечно же, обязательно зарегистрируйтесь. Возьмите ссылочку у вашего пригласителя, того человека, который дал вам эту информацию. Если у вас нет этого человека, вы не знаете, как попали в этот чат, то, конечно же, пишите мне в личное сообщение, помогу вам разобраться со всеми нюансами работы нашей системы. Либо вот здесь бот в чате раскидывает список лидеров, можете написать любому. Вот, все грамотные люди, выбирайте себе человека по душе, это очень важно в начале пути. Потому что этот человек становится вашим наставником, финансовым консультантом в мир, можно сказать, финансовой свободы. Вот, так вот, накопительный поток, это следующий поток в нашем кабинете, сиреневая закладочка. Мы его называем наш пенсионный фонд, либо деньги на будущее. Я смотрю на то, куда движется наш мир, и как он все глубже-глубже заходит по пути технократического развития, и скажу честно, деньги не отменят в ближайшие, не знаю, лет пять, так точно. Поэтому есть смысл позаботиться о своем будущем, есть смысл позаботиться о своей жизни, потому что деньги в будущем тоже будут нужны. Итак, накопительный поток, это стратегия инвестирования от 3 до 25 лет, друзья мои. Это долгосрок, накопительный поток с обязательным пополнением каждый месяц. Он так устроен, что есть период накопления, а есть период выплат. Если мы выбрали период накопления 3 года, то период выплат тоже будет 3 года. Выбрали 5 лет, период выплат будет 5 лет и так далее. Есть целая табличка у вас в кабинете во вкладочке «Как создать поток и эффективно им управлять» с коэффициентами, поэтому заходите, смотрите, считайте. Но скажу честно, тут считать, в принципе, вообще нечего. Тысяча рублей – это вообще ни о чем в месяц, и зато через 3 года вы будете получать по 5 тысяч рублей. Поэтому накопительный поток – это шикарнейший инструмент, который вам в будущем даст шикарные возможности, которые будут вам ежемесячно также выплачиваться. Вот, накопительный поток – хороший инструмент. У меня несколько накопительных потоков, и по возможности я открываю их все больше и больше. Держать в голове – у меня просто очень большая нагрузка, поэтому держать в голове ежемесячные пополнения мне немножко сложновато, поэтому я делаю проще. Я сразу проплачиваю на полгода вперед, а иногда даже на год вперед. Бывают акции, я прям вообще на несколько лет вперед проплачиваю накопительные потоки, подтянул и каренси на весь этот период, и забыл про все это дело. Поэтому мне так попроще, чем держать постоянно в голове этот момент, что мне надо где-то там что-то оплатить. Потому что накопительный поток – это строгий, наверное, самый строгий из всех потоков по пополнениям, по обязательным пополнениям. Поэтому накопительный поток обязательно своевременно пополняем. Вот, поэтому это деньги на будущее, это наш пенсионный фонд, это фонд совершеннолетия, это тот поток, который позволяет вам планировать ваше будущее. Следующий поток в нашем кабинете – это поток удачи, либо наша беспроигрышная лотерея. Так вот, черная вкладочка, лотерея, ЛТ – это шикарнейший лотерей, который мы уже модернизировали. Все те, кто здесь задержался в нашем сообществе хотя бы на полгода, они уже помнят эту модернизацию. Сначала у нас был лотерея 5 из 36 по принципу советского спортлото, но мы подвели итоги и видели, что не так часто срывают джекпот, поэтому ее упростили. 5 из 25, друзья мои, шанс на срыв джекпота есть, и сегодня мы вам об этом расскажем. То есть уже за последние полтора месяца, вот почти уже два, наверное, около пяти-семи джекпотов сорвано. Скажу честно, что это просто народ радует, все активно играют в лотереи, дарят друг другу лотереи. Я всем своим новым участникам, которые регистрируются в мою команду, тоже постоянно дарю лотереи и желаю выиграть джекпот. Поэтому мы его называем поток удачи, друзья мои. И очень важно иметь хотя бы один лотерейный билет. Удача так работает, очень интересно. Вы даже не знаете, когда звезды ваши развернутся в такую конфигурацию, что вам открывается поток удачи. И главное, что в этот момент вы были к этому готовы. Если вы к этому готовы, тогда вы можете материализовать эту удачу во что-то прекрасное. Если вы к этому не готовы, то сматериализуется что-то, во что есть возможность сматериализоваться. В коробок спичек, допустим, или еще во что-то. Поэтому выбирайте. Вы либо можете материализовать в джекпот и постоянно быть к этому готовы, либо можете материализовать в коробок спичек или еще какую-нибудь ерунду зубочистки, допустим. Удача, удача вовремя найти зубочистку. Вот так вот вы можете сматериализовать вашу удачу. Я выбираю всегда быть на чеку и всегда иметь возможность сматериализовать на джекпот, друзья мои. У нас три вида лотереи. Первый – это классический вид лотереи. Стоимость 100 рублей, джекпот 300 тысяч. Второй вид лотереи – это синий. Стоимость 500 рублей, джекпот 500 тысяч рублей. И третий вид лотереи – это золотая лотерея, стоимость 1000 рублей, джекпот миллион. Поэтому играйте, выигрывайте. Правила лотереи написаны все во вкладочке LT, черная вкладочка первая самая. Обязательно на нее нажимайте, читайте. Там все написано. Розыгрыш ежедневно в 12 часов по Москве на рублевой площадке «Поток Кэш». На европейских площадках по Москве в 20 часов вечера. Вот, поэтому играйте, друзья, и выигрывайте. Это базовые потоки. Давайте я их повторю. Стартовый, ускоренный стартовый, обычный быстрый, супербыстрый. Дальше растущий – это пять уже. Дальше накопительный и лотерея. То есть семь базовых потоков у вас есть в кабинете в соответствующих вкладочках. Они разноцветные, поэтому не запутайтесь. Дальше. У нас есть еще один шикарный поток. Вернее, даже не один, я бы сказал, а два. Один поток мы можем назвать «вознаграждение за развитие проекта». У нас есть закладочка, которая подразделяется на два вида потока. Это, конечно же, реферальные бонусы и командные бонусы. Дело в том, что наше сообщество не дает рекламы. И весь рекламный бюджет распределяет среди активных участников и лидеров. Именно поэтому вы можете участвовать в распределении тоже этого бюджета в виде реферальных начислений. Мы идем очень медленно, поэтому очень долго. От сердца к сердцу, от человека к человеку мы не даем рекламу. Поэтому нигде вы не увидите, нигде в интернете, если только сами участники что-то, там где-то разместят какой-то пост. Не более того. Официально наше сообщество не рекламируется. Мы только идем от человека к человеку. И на данный момент у нас есть два вида бонусов за развитие проекта. Первый – это реферальный бонус. Это бонус за лично приглашенных от 2 до 7% в зависимости от потока, который создаст ваш претендент, можно сказать, либо ваш участник, которого вы пригласите в наше сообщество. И второй – это лидерский бонус. Он дает возможность уже лидерам иметь соответствующие поощрения. Каждый участник может стать лидером, но для этого нужно выполнить определенные требования. Первые требования – это иметь 10 человек в своей первой линии активированных участников, которые создали хотя бы один из потоков. Это первое условие. Второе условие – это соответствовать, можно сказать, лидерскому минимуму знаний, которые обязан знать лидер для того, чтобы помогать и консультировать своих участников, разобраться во всех нюансах работы нашей системы. Вот это базовый момент. Дальше лидер сдает соответствующий экзамен по базе знаний, дальше собеседование и экзамен у топ-лидера. И на совете лидерам принимаем коллективное решение о присвоении данного лидера статуса лидера. И данный лидер как бы отпочковывается, отделяется своей ячейкой, лидерской ячейкой со всеми своими участниками. Вот. И начинает получать внутри своей структуры своих участников до бесконечности бонусы, а по лидерским веткам до седьмого уровня. Поэтому читайте все проценты, написанные во вкладке вознаграждения за развитие проекта внутри вашего кабинета. Поэтому регистрируйтесь. Регистрация вас ни к чему не обязывает. Можете написать мне в личные сообщения, если у вас нет пригласителя. Вот. Читайте. Там все написано. Можете углубиться и разобраться, разобрать все возможности. Рекомендую брать все возможности, друзья мои. Вот. Поэтому сейчас я вам расскажу о той инфраструктуре, которую мы построили сообщество за эти уже 11 лет. Мы не просто так сидели ровно на попе. Мы создавали инфраструктуру, которая сейчас позволяет нам иметь деньги каждый день. Мы создавали свою внутреннюю экономику. И сейчас часть этой экономики, она есть в доступе. Часть ждет, когда наше сообщество станет сильным и сможет взять те возможности, которые скоро нам будут также открыты. Вот. Поехали. Первое, что у нас есть, это 4 фонда коллективного самообеспечения, либо кассы взаимопомощи нового поколения. Первый в российских рублях, второй общий европейский в евро, третий у нас испанский в евро и польский в злотых, в национальной валюте. Дальше. У нас 2 криптовалютно-платежных сервиса, Сберкасса и Монистораж. Это, можно сказать, наши интернет-банкинги. Вот. Сберкасса и Монистораж – это шикарнейшие криптовалютно-платежные сервисы, которые позволяют нам делать платежи, пополнения, переводы, обмены, киноконвертации, покупка криптовалюты на внутренних сделках и так далее. Очень много функций у этих сервисов. Сберкасса в основном заточена для работы на постсоветском пространстве, но и каждый человек на планете Земля может также ей воспользоваться. Монистораж в основном заточен для работы с западной финансовой системой, но и также каждый человек на планете Земля может воспользоваться Монисторажем. Там очень много тоже функций и возможностей. Дальше. У нас есть своя криптовалюта и каренси, которая уже больше пяти лет. Только за последний год наша криптовалюта, она завязана, можно сказать, за спрос ее покупки, потому что криптовалюта и каренси используется для подтяжки в наши потоки, чтобы получать прибыль. Поэтому спрос на нее огромный. Мы часто видим скачки цены, потому что люди скупают впрок эту криптовалюту. Это выгодно очень, потому что наше сообщество с каждым днем становится все больше и больше и больше. Поэтому все больше людей открывает денежные потоки, все больше людям надо и каренси, чтобы подтягивать наши денежные потоки. Поэтому спрос на нее все растет и растет. Цена, соответственно, тоже растет. Поэтому, друзья мои, только за последний год, если вот еще хотя бы вырастет до 80 рублей за и каренси, я буду в эфирах говорить, что за последний год наша криптовалюта реально сделала X30, друзья мои. И это не просто голословно, это действительно так. То есть если бы вы знали об этой возможности год назад и купили бы и каренси на миллион, то сейчас бы, когда вот она достигнет буквально, ей чуть-чуть осталось 6 рублей до 80, вы бы могли продать за 30 миллионов рублей. Но такой возможности у вас нет. Почему? Потому что вы не знали эту информацию. Вот поэтому как важно быть в нужном месте в нужное время и иметь нужные возможности. Поэтому чем дольше вы здесь останетесь, тем дольше вы здесь задержитесь, тем больше потоков вы создадите, чем больше площадки вы освоите, чем больше вы начнете углубляться, как функционирует наша денежная система, тем свободнее, богаче, счастливее, здоровее вы станете. Так у нас все устроено каким-то волшебным образом. Поэтому я просто константирую факт своего вот уже 7-летнего опыта нахождения в нашем сообществе. Я просто анализирую разные истории успеха, разные судьбы разных людей. И просто я вам сейчас привожу конкретные факты. Идем дальше, друзья мои. Что у нас есть еще? Конечно же, наш облачный майнинг, друзья мои, с помощью которого мы тоже можем зарабатывать, и мы можем майнить и каренси, и каждый день мы можем получать и каренси от наших майнеров. Вот, это сейчас, кстати, у кого, кому интересна эта тема, обращайтесь к своим лидерам. Есть еще возможность, вот последние деньки, купите майнеры со скидкой 10-20% в зависимости от того, какой вы майнер будете приобретать. И, конечно же, стоит эту возможность взять. Кто вовремя берет все возможности, тот вовремя получает соответствующие результаты. Поэтому майнинг – это крутейшая тема. Первый мой майнер я купил в 2018 году, когда и каренси только проходил ICO, и как только началась процедура майнинга нашей криптовалюты. Поэтому они уже давным-давно отбились и приносят хорошую прибыль. Сейчас я прикупил тоже еще два майнера, буду еще закупать. Поэтому, друзья мои, майнеров мало не бывает. Поэтому запишите себе вот этот лайфхак. Чем больше майнеров вы купите, тем будет лучше. Чем больше токенов вы запасетесь на будущее, тем тоже будет лучше. Поэтому у нас тут такой, можно сказать, плацдарм для роста, что, как говорится, только успевай. Идем дальше. Это еще не все. У нас есть свой собственный блокчейн. Это вообще, друзья, дорогого стоит. Sony буквально, компания Sony буквально несколько месяцев назад только объявил о том, что она собирается создавать свой собственный блокчейн. У нас же блокчейн, наш собственный, с огромной скоростью транзакций существует уже больше пяти лет, друзья мои. Поэтому, когда вы начнете пользоваться нашими криптовалютно-платежными сервисами, сберкассой и мани-сторожем, вы увидите, насколько молниеносно и быстро происходят все платежи. Поэтому пользуйтесь, наслаждайтесь и обязательно регистрируйтесь в нашем сообществе. Идем дальше. Так вот, блокчейн, я еще не рассказал, что не каждый европейский банк имеет свой собственный блокчейн. Наш же блокчейн великолепно функционирует уже более пяти лет. Это очень дорогая штука. Она очень долго делается, очень трудоемкая и очень невыгодно ее делать на короткосрок. Она просто не окупается. Мы же создаем нашу инфраструктуру, чтобы с ней жить. Вот этот момент, он очень важный. Идем дальше, друзья мои. Наша нейросеть, конечно же, вот уже второй год вместе с нами. Наша нейросеть, которая участвует в перераспределении денег в нашем сообществе, между нашими потоками, в наших потоках и так далее. Задача нейросети, во-первых, она у нас самообучаемая, то есть она обучается по ходу своей работы. И второе, конечно же, ее основная задача – обеспечить безопасность работы всей нашей системы. И на данный момент она с этим великолепно справляется. Вот уже второй год. Даже более двух лет. Более двух лет она уже с этим активно справляется. Вот, поэтому и так далее. Далее, у нас еще много проектов на стадии запуска и разработки. Главное, чтобы вы имели финансовую возможность взять эти все проекты. Ну вот, для начала хотя бы начните разбираться в потоках, а потом уже дальше пойдете, как говорится, дальше. То есть у нас четыре платформы, и в каждом есть кабинет с семью базовыми потоками. Это пять и еще два. С семью базовыми потоками, да? Представляете, да? И причем в разных валютах, да? Понимаете? Поэтому удобство построения даже своей международной команды – это очень просто по кайфу. Вы можете сделать здесь. Те, кто развиваются по всему миру, у меня большая международная команда, вы также можете развиваться вместе с нами и преуспевать. И причем это благостный проект, потому что это не коммерческий проект, а это касса взаимопомощи. Я сейчас вам расскажу попозже немножко, чем отличается коммерческий проект от кассы взаимопомощи. Вот. Что касается инфраструктуры, это я вам рассказал. Дальше. Что нас ждет впереди? Конечно же, это наш социальный агрегатор. Это смесь маркетплейса с социальной сетью, где мы сможем уже дальше в будущем делать товарно-денежный обмен за e-currency, друзья мои. Представляете, как круто? Где-то что-то друг у друга арендовать, где-то что-то друг у друга покупать, оказывать онлайн-услуги, оффлайн-услуги и так далее, друзья мои. Поэтому мы даже внутри команды часто иногда бывает что-то друг у друга покупаем за e-currency, либо за рубли со сберкассы. Поэтому это у нас уже нормальная практика. Вот. Теперь. Я отвечу на базовые вопросы. Мне просто надоело на них отвечать. Я вот сразу развею все сомнения. Первый вопрос. Откуда деньги? Дальше пирамида лохотрон, не лохотрон. Приглашать, не приглашать. Что еще у нас? Ну, хотя бы вот это. Сейчас давайте пройдемся по этому. Для того, чтобы вы понимали, как, что здесь работает. Если у вас сейчас нет еще ручки или бумаги, пожалуйста, возьмите ее обязательно, потому что я буду отвечать на те вопросы, которых многие волнуют, и многие не понимают, откуда же у нас в системе деньги, и почему они у нас есть, и почему потоки такие щедрые и так далее. Деньги из нескольких источников. Первое. От прогнозируемого роста нашей криптовалюты и currency, которая уже вот-вот покажет за год рост в 30 раз, друзья мои. Как вы считаете, много ли это денег в 30 раз? Это очень много. Поэтому, друзья мои, это хорошая статья дохода нашего сообщества, которая остается в нашем сообществе, не уходит никуда и никому. Она остается в нашем сообществе и распределяется среди кабинетов в зависимости от алгоритмов, которые вы сами себе в кабинете запустили в виде создания денежных потоков. Дальше. Деньги от справедливого перераспределения не по принципу пирамидальной системы, а по принципу одноранговой сети, либо по справедливым законам перераспределения. Так устроено сейчас мы в интересном мире живем, пирамидального типа. Деньги распределяются по пирамиде. То есть, вы слышали, буквально пару недель назад была новость, что скоро появится на земле долларовый триллионер, друзья мои, внимание. Нет, триллионер. Миллиардов уже мало. Мы уже замахиваемся на триллионы. И миллиардеры между собой соревнуются, кто же из них будет триллионером. А в это же время 5 миллиардов людей на земле ухудшили качество своей жизни. Вопрос. Вы хотите продолжать дальше жить вот в этой несправедливой системе перераспределения ресурсов? Так вот, все деньги в этой пирамидальной системе стекаются вверх. Вот здесь основная масса, здесь середнячки. И вот вверх туда стекаются все, к триллионеру будущему, вот туда стекаются все деньги. Дмитрий Васадин, моделируя наше сообщество, создал совершенно другую систему. По справедливому законам распределения. Пирамидальную систему мы разрушили, у нас одноранговая сеть. Вне зависимости от того, лидер вы, топ-лидер, куратор, у всех кабинеты одинаковые. У всех одинаковые алгоритмы, у всех все одинаково. А вот как распоряжаетесь вы своими кабинетами, вот в этом большая разница. Поэтому у нас есть командное обучение, мы обучаем, чтобы вы грамотно управляли своими кабинетами. Вот. Справедливое перераспределение ресурсов – это как идея короля Артура, если вы слышали такую английскую легенду, да. Это круглый стол, король среди королей, равный среди равных, первый среди первых. Вот. И эта идея очень хорошо перекликается именно с нашей кассы взаимопомощи. Далее, следующий источник дохода от того, что в нашей системе нет хозяина, друзья мои. Вот теперь сейчас вам расскажу, в чем отличается коммерческий проект от кассы взаимопомощи. Коммерческий проект создан с единственной целью создать доход для хозяина, грубо говоря, серого админа, не знаю, там, учредителя, совета акционеров. Одним словом можно сказать хозяина, да. Коммерческий проект – это задача накормить хозяина, друзья мои. Не более того, вы не летайте в облаках, пожалуйста. Я как человек, который 10 лет создавал разные бизнесы и понимаю, как это работает на разных уровнях, скажу вам честно, что коммерческие проекты всегда создаются с единственной целью накормить хозяина этого проекта. Поэтому он его и создает. Если бы он был сытым и довольным жизнью, зачем ему создавать какой-то бизнес? Так вот, друзья мои, вот это надо четко понимать, да. То есть, что такое накормить хозяина? Это значит, что голодный человек создает систему пирамидального типа, чтобы голодные другие его накормили. Понятно, да? Касса взаимопомощи – это совершенно другой алгоритм. Это когда… Вот у нас есть идейный основатель Дмитрий Васадин. Он еще до моделирования нашего сообщества уже стал финансово свободным. И он, находясь в состоянии финансово свободного человека, 5 лет только думал, 5 лет, друзья мои. Он свободный абсолютно. Не надо ни на работу ходить, никуда, ни кредиты платить. Он свободный. Делай, что хочешь, друзья мои. 5 лет он думал. 5 лет он хотел думать. И 5 лет он думал и моделировал наше сообщество. Еще 2 года выжидал смену эпох. В итоге, через 7 лет он, можно сказать, думал. Кто из вас способен через 7 лет думать о своей мечте? Находясь в состоянии финансовой свободы абсолютной. Кто? Таких людей я сомневаюсь, что есть в этом чате. Если есть, то вы молодцы, что здесь и дальше интересуетесь, чем-то развиваетесь. Но я очень сомневаюсь. Те люди, которые уже вышли на путь финансовой свободы, они уже где-нибудь в других местах делают свои другие дела. Поэтому здесь в основном собираются люди, простые, обочины, такие же, как я, которые хотят просто выйти из-за этих крысиных бегов. Так вот, касса взаимопомощи, это когда в нашем случае, наша касса взаимопомощи, это когда сытый человек создал систему, чтобы голодные объединились и помогли друг другу, накормили друг друга. Вот в этом вся большая разница. И весь доход, который они получат вот в этой системе, там же и остается, и распределяется им же. Это называется справедливое перераспределение. Доход, а это 30-100% часто бывает, уходит не хозяину коммерческого проекта, а уходит в нашу кассу взаимопомощи и вливается в ваши потоки, в ваши ежедневные начисления. Внимание! Ежедневные начисления, ежедневная выплата денежных средств. Ни один коммерческий проект никогда себе не сможет позволить деньги выплачивать каждый день. Никогда. Почему? Потому что ее задача коммерческого проекта – срубить бабло. И когда вы это поймете, тогда вы перестанете ходить по помойкам коммерческих проектов, если вы еще туда ходите. Так вот, весь доход остается у нас здесь, поэтому у нас денег много, поэтому мы богатые, понимаете? Поэтому все сытые, поэтому все получают деньги каждый день, поэтому касса взаимопомощи, задача ее единственная – оказать взаимопомощь. Я, когда создаю поток, пополняю его на 100 тысяч, на 200, я оказываю сообществу взаимную помощь. И мне сообщество в соответствии с алгоритмами данного потока также оказывает помощь. И в соответствии с этим мы помогаем друг другу на очень взаимовыгодных правилах. Поэтому, друзья мои, чем дольше вы здесь задержитесь, тем счастливее, свободнее, богаче, а, соответственно, и здоровее станете, соответственно, дольше проживете. Поэтому самое классное, что наши участники, оценивая свое психоэмоциональное состояние через 3-4 месяца, они ощущают, знаете что? Вот это состояние душевного спокойствия, которое приходит. Тебе не надо в мандраже просыпаться, куда-то бежать, что-то где-то в нужде зарабатывать деньги, потому что нечем оплатить кредит, потому что у тебя весь коллекторы звонят, судебные приставы долбятся в дверь. И вот в этом всем мандраже это все уходит, как в небытие, это все уходит, как страшный сон. Потихонечку человек начинает из этого выкарабкиваться. Если та система внешнего мира, общая банковская система, она закабаляет человека через кредитную зависимость, то касса взаимопомощи раскабаляет ее, в другую сторону крутится и дает человеку выпорхнуть из этой, можно сказать, пирамидальной спирали, которая его туда закручивает, как винт. Вот так вот. Вот так, еще раз повторюсь, у нас нет хозяина, весь доход остается у нас в кассе взаимопомощи. Следующее. Откуда еще деньги? Я думаю, я надеюсь, вы записываете, да, откуда деньги? Деньги от постоянного пополнения наших потоков. Наши потоки так устроены алгоритмом, что их нужно постоянно пополнять. Я постоянно пополняю свои потоки. И они мне дают все больше и больше. Я опять их больше и больше пополняю. И они мне дают еще больше и больше. Нам выгодно их пополнять. Поэтому все пополняют потоки. И чем дольше вы здесь находитесь, тем на более крупные суммы вы будете их пополнять. Поэтому те, кто говорят, что наша система работает только новички, не новички, вот эту тему, мне смешно становится. Потому что, во-первых, человек мыслит шаблонами. Он не разобрался в нашей системе. Новичок никогда у нас здесь не пополняет даже, не знаю, ладно, если там через 2-3 недели он немножко въедет и начнет пополнять хотя бы 50-100 тысяч. Но он никогда, мало когда новичок там сразу сходу врубится и начнет миллионы сюда загонять. Очень маловероятно. Попозже переварится, посмотрит, понаблюдает, может быть. Но это 3-5 процентов. По большей части все новички это что? 3-5 тысяч 10. 3-5 тысяч 10. Ну не смешите меня. Это не те суммы, которые делают старые участники. Старые участники 100-200-500 миллион. 100-200-500 миллион. У них категория мышления совершенно другая. Они понимают, как работает система. Поэтому наша система никак не зависит от того, насколько новые участники сделают свои маленькие вклады. У нас старые участники пополняют постоянно свои потоки. Там такой комбайн работает, что мы кормим новых участников. Они когда уже окрепнут, они становятся уже старыми участниками. Вот тогда они тоже начинают помогать нам кормить других новых участников. Поэтому принцип из, можно сказать, древних русских сказок. Накорми, напои, баню и стопи, а потом и люби. Вот это принцип нашей кассы взаимопомощи. Напорми, напои, накорми. Вот базовый принцип, чтобы вы закрыли базовые свои финансовые потребности. Баню и стопи. То есть произведи очищение. Очищение своего сознания, новые знания. Выкини все старое, что не нужно. Новые загрузи, новые привычки и так далее. Если вас жизнь привела к тому, что у вас сейчас есть, и это вас не устраивает, то измените вот в этой коробочке что-то, что начнет вам делать другое. Поэтому баню и стопи надо обязательно делать. Как в оффлайне, так и в онлайне всегда обучаться. Как своим телом, так и там. Надо тоже регулярно проводить чистку. Как и телефон тоже надо постоянно чистить. Мне многие участники говорят, что же у меня там что-то не загружается. Но почистите телефон, а потом будете загружаться. И в телеграм будете нормально заходить. И в эфиры попадать. Поэтому надо все чистить. Пол в квартире моете? Моете, чистим. Машину моете? Моете. Голову свою надо тоже мыть. А лучше прежде всего ее не загрязнять. То есть новости и сериалы – это главные загрязнители сейчас вашего мозга. И у нас интересно. Лайфхак дарю, друзья мои. Немножко отвлекусь от темы денег. Дарю лайфхак. Те участники. Вот у нас наблюдение сделали участники наши очень интересные. Молодцы. Они уже в лидеры вырываются. Что чем больше они ходят на наши созвоны, на наше командное обучение, просматривают наши записи, где-то исторические записи, и меньше смотрят новости и сериалы, а лучше вообще их не смотреть, тем больше у них денег появляется. Представляете? Поэтому оставайтесь здесь, начните проникаться, смотреть, развиваться. У нас много знаний, которые вам следует перезаписать в голове, чтобы у вас все было шикарно. Так вот, убираем шум из телевизора и добавляем знания практические, которые сегодня вам принесут практические деньги. Вот. Тенденция такая. Если вы замените новости и сериалы на наши презентации, наши командные обучения, наши созвоны, вот, то у вас денег станет больше, вы станете здоровее, свободнее, и у вас все будет хорошо. Так. И еще один источник денег. Я скажу вам честно, вот я уже пятый сейчас источник денег вам скажу, но скажу честно, это далеко не последний источник денег. Я еще уже нашел шестой и седьмой источник денег, но я вам пока об этом говорить не буду, я вам буду об этом рассказывать на командном обучении, друзья мои. Поэтому заходите, регистрируйтесь и, конечно же, развивайтесь. И еще один источник денег, который я нашел в нашей кассе взаимопомощи, это экономия от неэффективного управления кабинетами наших участников. Вот, ну, есть такой человеческий фактор, представляете, да? Как бы я там не распинался на командном обучении, которое у меня, я бы сказал, элитное командное обучение, но все равно 10-20% участников интересную позицию занимает, говорит, у нас своя стратегия. И начинают делать неэффективные действия, пополнять неэффективно потоки и получать, соответственно, меньше денег. Система бы и рада им дать больше, но не берут же. Ну, потом приходит время, они поумнеют и возьмут. Но время, на это время система сэкономит хорошую часть денег для тех участников, которые берут деньги и понимают, как работают, изучают стратегии и советуются со своими на стартами. Поэтому это тоже потрясающе, очень круто работает. Благодарю вас за то, что вы иногда неэффективно управляете своими кабинетами. Тем самым вы вкладываете кирпичик в надежность работы нашей системы еще больше. Она и так железобетонная, вы еще больше добавляете ей крепости. Есть еще несколько источников денег в нашей системе. Ну, о них я расскажу по секрету на командном обучении. В четверг у нас будет командное обучение, я расскажу вам. Лайфхаки, кстати, буквально я еще получил лайфхаки на этой неделе. Вот я здесь седьмой год, и каждый раз мне еще больше и больше раскрывается наша система, друзья мои, в еще других тонах, в других цветах. Это как цветок, он сначала вот такой, а потом вот он раскрывается. И чем больше он раскрывается, тем больше мы начинаем видеть красоту этого цветка. Так вот и наше сообщество. Так же и наша касса взаимопомощи. Вот, друзья мои. Так, приглашать. Вот, про деньги я рассказал. Теперь приглашать, не приглашать. Про пирамиду тоже рассказал. У нас нет обязательного приглашения. Хотите, приглашайте, хотите, не приглашайте. От этого математика ваших личных денежных потоков, которые вы запустили у себя в кабинете, никак не изменится. Алгоритм начисления у всех одинаков. Не важно. У нас одноранговая сеть. Все равны. У нас не важно, кто вы. Лидер, топ-лидер, куратор. Вы здесь 5 лет, 10 лет. Вы здесь пришли только вчера и зарегистрировались. У всех алгоритмы в ваших денежных кабинетах, в ваших денежных потоках одинаковые. А вот как ими управляют, вот в этом разница. Поэтому, друзья мои, изучайте правильное управление своими кабинетами. Задавайте вопросы своим наставникам. Ну и, конечно же, ходите на командное обучение. И не выпадайте из информационного поля, друзья мои. Вот этот момент очень важный. Не выпадать из информационного поля. Я заметил еще тенденцию. Как только наши участники начинают выпадать из информационного поля, они теряют возможности. Они теряют деньги, соответственно. Поэтому не теряйте возможности, не теряйте деньги. Находитесь в информационном поле и всегда подсекайте эти возможности. И тогда у вас все будет хорошо. Теперь приглашать, соответственно, не обязательно. Хотите приглашать, хотите не приглашайте. Будете приглашать, будете получать бонусы. Не будете приглашать, ну не будете получать бонусы. Крутите свои потоки. У меня есть и те участники, и другие участники. И все великолепно довольны, и друг друга дополняют, и великолепно живут. И с деньгами у всех все очень хорошо. Так, идем дальше. Так, лохотрон, не лохотрон, да? Ну вот, в чем лохотрон? В том, что выплаты каждый день, в чем лохотрон? В том, что мы имеем возможность жить свободной жизнью. В чем, понимаете, да? Вот это такая штука, лохотрон, не лохотрон, это шаблонное мышление людей с бедным мышлением, можно сказать так, да? Масло масляное, конечно, но это когда человек с бедным мышлением, он начинает мыслить чужим мнением. Чужое мнение – это кривое зеркало. Поэтому и говорят, нет более изменчивого в этом мире, чем мнение чужого человека. Это самая изменчивая штука. И поэтому человек с бедным мышлением опирается на авторитетное мнение, друзья мои. Идем дальше. И мысли с шаблонами. Где-то он у одного ярлыка взял, где-то у другого ярлыка. У третьего ярлыка, у четвертого ярлыка, у пятого ярлыка и так далее. И мыслит ярлыками. Это лохотрон, это пирамида, это там, не знаю, лоховозка, это еще что-то. Бам-бам-бам, вот он живет вот в этих, у него в голове одни ярлычки. У него мозгов своих нету, а ярлыков там полно. Вот как холодильник, залепленный вот этими магнитиками и лепесточками, вот так вот у него в голове. И он начинает, его искусственный интеллект оценивать какую-то, о, эта сфера такая-то, ищем лепесточки, какие же там есть. А, шаблончик, этот есть шаблончик, этот, этот, этот. О, вот этот шаблончик подходит, он берет этот шаблончик и наклеивает на этот вопрос. Да, все, шаблон я наклеил. Я знаю ответ, да. Еще не решил задачу, уже знает ответ, друзья мои. Поэтому человек с бедным мышлением так мыслит. Человек с богатым мышлением ищет возможности. Он ищущий всегда, это первое. Второе, он всегда тестировщик. Он всегда все тестирует. Если он столкнулся с чем-то интересненьким, он столкнулся с чем-то особенным, он столкнулся с тем, чем он раньше не сталкивался, и он это не до конца понимает, он углубляется и начинает тестировать. Он начинает разбираться на долларе, на двух, на трех, похрен. Он начинает разбираться со всеми нюансами работы системы на своей практике. То есть, что он делает? Нарабатывает свой личный опыт. Только свой личный опыт. Не чье-то где-то мнение, а свой личный опыт. Его анализирует, дальше смотрит, как это развивается во времени и принимает дальше те, либо иные инвесторские решения свои. Вот так вот человек мыслит с богатым мышлением. Поэтому, друзья мои, выбирайте то мышление, которое вы хотите. Делайте, как вы хотите. Это ваша жизнь. Вам ее жить в достатке, либо в нужде. Вы выбирайте сами. В страхах, либо в свободе, в душевном равновесии. Мы всего лишь даем инструмент. Я лично уже седьмой год, наблюдая, как этот инструмент видоизменяется, модифицируется. Он становится все круче. То, о чем мы мечтали еще в далеком восемнадцатом году, сейчас у нас уже есть. Инструментарий весь есть. Бери и пользуйся. И наслаждайся. Бери его с собой по жизни. И все будет очень хорошо. Поэтому, друзья мои, я надеюсь, я ответил на эти часы задаваемые вопросы. Если еще вдруг какие-то вопросы появятся, обязательно сейчас вы мне ее зададите. Ну, а я буду потихонечку заканчивать. Именно поэтому я здесь уже седьмой год. И много наших участников очень долго в нашем сообществе. Сколько у нас участников? Несколько сотен тысяч. И с каждым днем становится все больше и больше. У нас новая форма объединения людей. Это онлайн децентрализованное сообщество свободных людей, которые объединили свои усилия и свои активы для того, чтобы помочь друг другу реализовать свои цели. Кто-то хочет машину, кто-то дом, кто-то от долгов избавляется, кто-то здоровье поправит, кто-то тупо кушает завтра, чтобы было что, потому что все деньги ушли на кредиты. И так далее, друзья мои. Кому-то лекарства нужны. Поэтому у каждого свои потребности. Поэтому в зависимости от того, как вы будете развиваться здесь, у вас будут соответствующие возможности. Именно поэтому я здесь уже седьмой год. И скажу честно, это очень интересно развиваться в нашем сообществе. И чем больше, я говорю, вы здесь задержитесь, тем жить вам станет намного проще. Именно поэтому я уже седьмой год инвестирую в наши денежные потоки, в наши финансовые инструменты. И хорошо, что вы узнали эту информацию именно сейчас, а не через 10 лет. Берите ее с собой по жизни, и жить вам станет намного проще. Денежные потоки – это не какой-то проект в интернете. Маленький. Это маленькая часть огромного мира по созданию параллельного финансового мира, параллельной экономики, где у всех все хорошо, и где действуют другие справедливые законы перераспределения денежных средств. Я вам со стопроцентной уверенностью могу сказать, если вы разберетесь, здесь останетесь, и вы полностью поймете, как работает система, вы поймете глубинную вещь, что такого проекта у вас не было и никогда не будет. Потому что этот проект запрограммирован на века, скажу вам честно. Поэтому все участники, которые здесь находятся очень долго, они с этим сообществом, с этим проектом, с нашим сообществом, с нашим проектом хотят жить всю свою жизнь до последних дней. Я скажу вам честно, у меня такое же желание. Поэтому, надеюсь, у вас также оно появится после того, конечно же, когда вы разберетесь, и оно сохранится на долгие-долгие годы. Ну а сейчас я готов ответить на любой ваш вопрос. Задавайте. У вас у каждого есть кнопочка центральная «Поднять руку». Поднимайте руки. Сейчас настало время задавать вопросы. Давайте 5-10 минут пообщаемся. Можете рассказать про свои истории. Можете рассказать про свои результаты. Можете задать какой-то вопрос. Если новый участник, не стесняйтесь, задавайте вопрос. И я сейчас готов ответить на ваши вопросы. Жду ваших поднятых рук. Поднимайте руку и, конечно же, спрашивайте то, что вы хотите спросить. Так, Гузель. Вижу поднятую руку. Слушаю, Гузель. Микрофончик нажимайте, и я вас буду слышать. Нажмите на микрофончик, центральная кнопочка. И я вас услышу. Добрый вечер. Гузель. Город Нижнекамск, Татарстан. Отлично. Какой у вас вопрос? Сколько стоит майнер? Майнеры. Хороший вопрос. Актуальный. Майнеры есть четырех типов. Есть сайт у нас, cryptex.com. Туда могут зайти все зарегистрированные участники, даже еще те, которые претенденты. Потому что все участники, кто зарегистрированы, они находятся в нашей общей системе EID. Называется. Это наш электронный сертификационный центр, сервис, который позволяет нам авторизироваться во всех проектах сообщества. В наших банках только сейчас начинает появляться EID, а в нашем сообществе уже EID существует более 8 лет, друзья мои. То есть, понимаете, мы немножко опережаем развитие цивилизации. Так вот, зайдя на сайт cryptex.com, в чате, если участники кто знает, можете написать, вы можете прочитать внимательно про майнеры. Там есть четыре категории майнеров. Первая категория майнера стоит 190 с копейками долларов, вторая категория 1300, третья категория 11 тысяч долларов. И четвертая категория, самая дорогая и жирная, 90 с чем-то тысяч долларов. Вот. Эта категория выдает 0,8 currency в сутки при полной загрузке. Эта категория выдает 10 currency в сутки при полной загрузке. Эта категория выдает за 11 тысяч долларов, выдаёт 170, по-моему, или 140. 140 икаренси при полной загрузке. Самый большой выдает, по-моему, то ли 1700, что-то такое икаренси при полной загрузке. Вот, заходите, смотрите, надо купить икаренси и купить токены, загрузить токены в майнер и нажать кнопочку, включить его, и он начинает работать, вам вырабатывать икаренси. Икаренси оттуда можно переводить хоть в майнистораж, хоть в сберкассу и пользоваться ими как в потоках, так же за них можно и токены покупать, можно их просто тупо продавать за евро, за рубли, либо в потоке, то есть, либо на биржу вывезти BlackBit и тоже её продать за USDT. Поэтому, как хотите, поступайте, это хороший инвестиционный инструмент, он сейчас реально окупается ориентировочно от около года, плюс-минус там месяц, в зависимости от майнера. Гюзель, я ответил на ваш вопрос? Благодарю, Андрей, вполне. Спасибо, заходите на сайт, почитайте там внимательно, он для всех зарегистрированных участников, логин, пароль и зашли, и почитали спокойно. Окей. Спасибо, Гюзель. Так, ещё, друзья, ещё какие вопросы? Кому что интересно? Тему майнеров мы немножко разобрали, это радует, что есть интересующиеся участники. Ну что, друзья, неужели я сегодня ответил на все ваши вопросы? Кто хочет рассказать свою историю? Альфред. Так, Альфред поднимает руку. Слушаю, Альфред. Кнопочку центральную нажимаем. Приветствую. У меня такой вопрос был. У нас там с 1 марта вроде бы закрывается... Что там у нас, как он называется-то? ВПН? ВПН, да. Пускай закрывается. Как будто блокируется в России. Всё будет хорошо. ВПН невозможно заблокировать. Это признают даже те, которые пытаются заблокировать. Поэтому какие-то провайдеры частично что-то блокируют, частично будем обходить. Ну, этого проблем нет. Если вы находитесь не на территории России, вам вообще, ну, то есть ВПН не нужен. Вот. Я просто в России нахожусь. Вот. Поэтому будем... А нельзя без ВПН вот это всё подключить? Ну, конечно. Ну, у нас есть в кабинете обход блокировки. Вы используете эту функцию? Что-то я не могу зайти без ВПН вообще. Обход блокировки у нас есть через... У нас свой сервис ВПН есть. Поэтому попробуйте настроить обход блокировки через наш сервис ВПН. Если надо будет, создадим ещё один сервис. Не волнуйтесь насчёт этого. Поэтому любую техническую задачу наша IT-команда... Чтобы вы понимали, кто такая наша IT-команда. Я говорю, около, наверное, 5-6 лет назад к нам в IT-команду добавились топовые программисты Яндекса. И они с нами остались, вот уверенно идут, долгие годы. Им очень понравилась идея Дмитрия Васадина. Поэтому наша команда, она очень мега крутая. Они децентрализованы по всему миру, живут в разных странах. В онлайне полностью сопровождают с дежурством всю нашу систему. И уж то, что оно уже ВПН, мы точно проблему это решим. Это уже вообще не самая сложная техническая проблема или задача, которая вообще есть в онлайн мире. Поэтому насчёт этого не волнуйтесь. Хорошо, спасибо. И второй вопрос. Такой вопрос. Сколько лет будет существовать ещё наша взаимопомощь? Взаимопомощь сообщества МирПН? Хорошо. Пока нам нужны будут деньги. Вот если завтра мы скажем, что нам уже деньги не нужны, и нам не нужна касса взаимопомощи, мы просто закроем её и всё. Но пока нам нужны деньги, она будет существовать. Россия не будет такого никогда? Да причём, если Россия не Россия? Да причём, если Россия? То есть не от страны зависит. Общая мировая система такая. Страна здесь вообще роли не играет. Общая мировая система везде. Она как щупальца вот так вот сидит, над всеми странами висит и давит всех. Поэтому тут от страны вообще ничего не зависит. Поэтому сейчас на многие страны такое... На долгосрока мы видим, да? Долгосрока будет. Ну если деньги нужны будут, то да, конечно. Это наша касса взаимопомощи, конечно. Я не знаю, как вы, но у меня планы большие надолго. Поэтому... Это уже точно, чтобы было надолго. Хорошо. Берите, пользуйтесь, не выпадайте из информационного поля, и всё будет очень хорошо. Чем дольше сообществом, тем проще жить. Такая формула. Запишите. Пожалуйста, Альфред, спасибо за вопросы. Так, ещё Галина. Приветствую, Галина, слушаю. Добрый вечер всем. Слушайте, я уже две недели, Андрей, работаю без VPN. Я не знаю, почему. Я и в кассу, и в кабинет захожу без VPN. Я его даже убрала. Но причину я не могу понять, хоть где. Вчера вообще в деревню на презентацию ездила. Там у них Wi-Fi. И я всё равно без VPN там заходила. Я не знаю, почему. Сейчас по-разному всё у всех бывает. Поэтому не волнуйтесь. Надо будет, сделаем VPN. Не надо будет. Иногда не надо VPN. Поэтому просто проверяйте, грузится, не грузится. Поэтому отлично. Хорошо, что поделились, Марина. Хорошая новость. Грузится, грузится. Вот в Сибири вот уже отлично. VPN не нужен. Здравствуйте. А я в Казахстане живу. Я без VPN не могу зайти. Я через браузер Океан захожу только. Ну вот, хорошо. Видите, вы нашли ещё один способ. Браузер Океан. Тоже хороший способ. И так далее. Много есть всяких лазеек, способов. Пафин браузер тоже многие говорят, что хорошо работает без VPN. Поэтому, друзья мои, проблем нет с этим вообще никаких. Вот, хорошо. Поэтому в зависимости от страны. Так, Лидия. Да, слушаю. Добрый вечер. Я с декабря месяца в Сурске. Конечно, вчера открыла пятый поток. Вот. И уже как бы чувствую себя в комплекте для изучения всех программ. Я тут услышала вопрос. Парень задавал вопрос. Долго ли это будет? Вот, насколько мне позволит время и желание изучать вот эту вот всю возможность, которую мы можем получить. Я пришла к выводу, что, ребята, в первую очередь, это вот знаете, азбука, как очень наш. Надо, чтобы перед глазами просто уже стояла автоматом вот эта система, финансовая, мировая система, которая держит нас в рабстве. Поэтому, вот, как вы, Андрей, говорите, что не знаю, в какой стране. Вот это когда выясните, тогда дойдет и сама идея Васадина, Дмитрия Васадина о том, что он хочет делать. И мы уже, в принципе, переходим, сейчас происходит переход, как бы, с рубля, там, с других валют на карте. Если я правильно понимаю. Если я правильно понимаю. Нет, таких переходов нету, поэтому не выдумывайте. Это внутри нашего сообщества мы, кажется, запускаем вот эту вот нашу криптовалюту. Вот, поэтому, а внешний мир живет так, как он хочет. У них свои законы, своя система. Андрей, вопрос можно? Да, Сергей, слушаю. Значит, ну, мне хочется быстрого роста, я недавно здесь, два месяца. Вот кнопка «Передать другому лидеру группы участника». Что это? Это первый вопрос. Еще раз. Передать лидеру? Вы имеете в виду деньги, средства? Нет, вот «Передать другого участника лидеру группы». Вот у меня тут есть участники, и кнопочка есть такая. Человечек со стрелочкой. Что это значит? Передать другому? Задайте этот вопрос своему лидеру. Вот, он вам будет рассказывать, кто и когда, и зачем используются вот эти вот кнопочки. Следующий вопрос. Вот мы знаем, в кабинете два лидера, кто пригласил, и еще выше лидер. А вот третий, четвертый, пятый, где можно узнать всю, допустим, линию вертикальную? У вашего лидера, у вашего лидера. Вам надо плотнее со своим лидером общаться. У вашего лидера вы можете узнать, кто его лидер, у того лидера, кто его лидер, кто его лидер. И до топ-лидера, чтобы вы написали себе список на этих людей, чтобы вы с ними общались, с вашей веточкой. С веточкой вертикально можно общаться, а вот горизонтально можно общаться с другими участниками, взаимодействовать? Ну, общайтесь, дружите, в рамках дружбы только. Вот, без проблем. Ясно, спасибо. Пожалуйста. Андрей, здравствуйте. В рамках, спасибо, Сергей, за вопрос. Дана, добрый день, Наталья, слушаю. Здравствуйте, рада, безумно. Да, привет. Слышать, видеть, давно не была на презентациях. Ну что, у меня изменения очень потрясающие в моей жизни с приходом Меркурии. Уже восемь месяцев, как я здесь, и на твоих глазах все это происходило. Да, потому что каждый раз с приходом на презентацию я всегда делилась эмоциями, какие у меня изменения происходят. Поэтому я очень счастлива. Я уже лидер на трех платформах. Вот, у меня уже команда. И такая классная команда заряженных, таких же амбициозных, как и я. Да, и так вот действительно сейчас, как говорят, кайфологи, которые кайфуют. И вот сейчас у меня такое же состояние. Потому что, когда я пришла сюда, это был скам, потеря финансовое и душевное состояние, не ресурсное. Поэтому я сейчас вот получаю огромнейшее удовольствие, потому что, когда ты находишься действительно в окружении заряженных таких же людей, счастливых людей, хочется тебе или не хочется, но это все равно происходит изменение в лучшую-лучшую сторону. И, конечно, если ты двигаешься еще в этом направлении, не жадничаешь, да, а делишься своим настроением, своими результатами, то приходят люди, кто-то быстрее, кто-то попозже, но все равно к нам приходят, присоединяются. Потому что сейчас на просторах интернета, ну, просто все устали от приглашений. И я вот сейчас тоже слышу от своей команды, что говорят, ну, вот просто выдохся, да, просто уже устал приглашать. Но, побыв здесь, окунувшись в нашу атмосферу, они это чувствуют, как у нас здесь тепло, как у нас здесь, да, душевно, поддержка, ведение до результата. И у них открывается вот второе дыхание. Начинается вот тоже внутреннее состояние меняться. И они такие же становятся, как и мы. Просто вот я помню, когда-то, да, ты, Андрей, говорил, что Наталья, ты просолилась вот этим рассолом, да. Да, и действительно, когда вот мы встречаемся вот на этих встречах, то и вот это получается, что мы просаливаемся этой атмосферой, радостью, результатами и становимся, ну, просто другими. И заряжаем это, этим, ну, абсолютно свое окружение. Потому что, ну, действительно, у нас не болит голова о том, где взять денег. У нас не болит голова, а надо привезти кого-то, чтобы получить хотя бы свои вложенные деньги, да. И мы от этого становимся спокойные. И я думаю, что кто даже здесь находится вот совсем даже, ну, вот, как привычка, да, 21 день вырабатывается, и понажимав вот это даже 21 день, кнопочку уже ждет с нетерпением вот этого понедельника, чтобы снова быть, да, в процессе и нажимать наши любимые-любимые кнопочки. Да, и вот я тоже хотела поделиться, что как раз про VPN, да, но вот опередили меня. Это здорово, что партнеры именно в информационном поле находятся, да. Вот я тоже, благодаря тому, что приходят к нам классные партнеры, осознанные, да, они также приносят какую-то информацию. И вот тоже у нас вот партнер, да, сказал о том, что у нее есть опыт как раз вот с океаном, да, браузером, что там встроен уже VPN. И очень классно, здорово, вот мы прямо от этого кайфуем, что он еще и пропускает Telegram, да, и у нас есть возможность, например, с трансляцией экрана довести за руку по ререгистрации заведения, там, например, да, финансов. Очень классный инструмент, поэтому пользуйтесь и кайфуйте от процесса. Спасибо, Андрей. Безумно-безумно рада была видеть. Как всегда, встреча интересная, все четко, грамотно. Ну, как всегда, когда я 8 месяцев назад пришла на презентацию, прям получаю от этого кайф. Спасибо огромное. Спасибо, Наталья, за теплые слова. Вот Наталья уже за 8 месяцев стала мега-лидером, а все потому, что увидела, увидела зерно, начала почву, как говорится, рыхлить, зерно это посадила, начала ухаживать за ним, и вот сейчас у него огромнейшее уже большое дерево. Поэтому так же будет у каждого из вас, который здесь задержится подольше и начнет ее разбираться. Поэтому, друзья мои, благодарю за этот прекрасный сегодняшний эфир, за то, что были вот уже почти 2 часа вместе со мной в онлайне, обменялись энергиями. Желаю вам бурных денежных потоков. Общайтесь со своими лидерами, кто уже зарегистрированный. Наладьте контакт, коннект, созвонитесь, подружитесь, и будет у вас все хорошо. Ну и, конечно же, кто не зарегистрирован, обязательно регистрируйтесь. Возьмите ссылочку у того человека, который вас пригласил. Если его нет, можете писать мне в личное сообщение. Я помогу вам разобраться со всеми нюансами работы данной системы. Всем желаю хорошего вечера и до новых встреч, друзья. Завтра у нас будет презентация днем и вечером. Поэтому приходите. Желаю вам приятного, как говорится, обучения. Чем больше вы будете на презентациях, тем больше вы поймете, как работает наша система из глубины. Всем счастливо, хорошего вечера. До свидания.